Друзья, всем привет! С вами снова передача СМОК с Иваном Сурином. Если кто еще не знает, то я и есть Иван Сурин. И мы снова с вами. Друзья, много было вопросов, звонков, писем с просьбой, когда же выйдет очередной выпуск передачи. Всего этих вопросов было шесть или семь. И мы, наконец, вышли. Скажу сразу, что произошло. Как вы помните, в предыдущем выпуске мы делали салат с сельдереем. И после нашего выпуска сельдерей пропал с прилавков. Поставщики стали обращаться производителем. Акции производителя сельдерея просто взлетели на фондовых биржах до небес. Фьючерсы на поставке сельдерея в марте достигли рекордных каких-то там пунктов. Соответственно, нефть никому не стала не нужна. И мы имеем то, что мы имеем. Нефть упала и случился кризис. В экономике настал полный сельдерей. Вот. Это были новости экономики. На очереди новости спорта. А в спорте у нас полный мельдоний. Зато в кроссфите у нас все хорошо. И с новостями кроссфита вас познакомят. А заодно поможет мне сегодня. Готовит для вас. Самый позитивный кроссфит-тренер. Самый позитивный кроссфит-атлет. Самый очаровательный кроссфит-тренер-атлет. И к тому же это она. Встречайте, сегодня со мной Юля Беспалова. Приветик. Сегодня, друзья, как вы помните в прошлой передаче, мы избавлялись от творога. Сегодня мы будем избавляться от молока. И для этого мы сделаем очень простой, очень вкусный классический итальянский десерт панакотто. Как ты думаешь, что может быть лучше хорошего куска стейка? Не знаю, наверное, что-нибудь белковое. Хорошего куска нахоза? Нет, лучше хорошего доброго стейка может быть только два добрых стейка. А как думаешь, что будет лучше двух стейков? Три. Нет. Лучше двух стейков может быть один валентийский стейк. Килограмм двести. Но, друзья, если вы еще все-таки не полюбили мясо, тогда мы вам поможем заменить его. И сегодня мы будем делать классический десерт панакотто. Он будет состоять из молока и сливок. То есть классический десерт делается из сливок. Если вы боитесь жирных сливок, тогда делайте просто из молока. Но, поверьте мне, еще ни один итальянец не встречался мне на моем пути, который был с большим весом. А итальянцы очень любят десерты и добавляют их в больших количествах. Если вы увидите итальянца толстого, то сфотографируйте, присылайте нам и мы решим, что дальше делать. Для десерта сегодня нам нужно сливки, молоко и свежезамороженные ягоды. Свежезамороженные, потому что у нас еще зима, холодно, мороз. Если у вас будут свежие ягоды, еще лучше. Желатин и, в принципе, все. Больше ничего не нужно. Друзья, мы снова готовим в кафе, в замечательном кафе Табата, где спортивное питание готовят не в шейкерах и не в блендерах, а готовят, как и положено, на плите, в духовках, в пароварках. Сервируют, подают и обслуживают, как в лучших мишленовских ресторанах. Поэтому, друзья, приходите в кафе, кушайте и ваши тренировки превратятся просто в ваши разминки. Если вы тренируетесь утром, приходите после тренировки, поешьте. Если вы тренируетесь вечером, обязательно до тренировки поешьте. А если вы тренируетесь днем, то обязательно прийти до тренировки и после тренировки. Как делаем это мы. Почему мы решили сегодня обратиться к молоку? Зачастую, как бывает, мы покупаем молоко, открываем, думаем, что мы его будем пить, а на самом деле мы его не пьем. Оно стоит, у нас скиснет, мы его чуть-чуть попробуем, что-то сделаем, используем. И оно так стоит и стоит, пока не скиснет. Потом мы его выбрасываем. Детей вообще не заставишь пить молоко. Ну, многих детей. Если только мама ваша, спортсмен, кроссфит-атлет. Надо, наверное, заставить. Вот. Но зато вот это десерт. Любые дети, любые взрослые будут с радостью употреблять. Да, у меня. Нет. Да. Вот, собственно, хватит, как говорил наш знакомый, никому не известный мастер спорта. Меньше слов, больше дела. Больше дела. Что нам нужно? Нужно сразу замочить желатин. Вот, друзья, мы используем такой замечательный желатин. И, внимание, сейчас будет сюрприз, наверное, для всех поклонников протеина и белка. В 100 грамм вот такого желатина 85 грамм белка, друзья. Это практически один к одному. Так что используйте желатин по находке и по находке. Можете есть его просто так. Соливаем его водичкой. Буквально там несколько минут. Он размокл у нас. Идем. Отставляем. Какой-нибудь желатин первый раз уже. Ты просто не умеешь его готовить. И смотрите, друзья, классическая панакота. Одна часть молока, две части сливок. Соответственно, вы сами выбирайте, как вам угодно. Но чем сливок больше и чем они жирнее, тем вкуснее будет ваша панакота. Не бойтесь, говорю еще о жирных сливок, от молочного жира еще никто не разжирел. Моя бабушка питалась только одним молоком в Царстве Небесном. И она не была вообще толстой, а молоко она подобрала постоянно. Вот и всякие молочные продукты. Ну, половину давайте сливок. Половину молока. Так. Твердой женской рукой поливаю половину. Пойдет? Нужно еще. Или мы все используем? Давай бей все так. Давай все. На максимуме работаем. Накормим кого-нибудь. Накормим кого-нибудь. И, соответственно, одну часть молока. Тогда будет вообще замечательно. Раз. Давай. Следующий наш шаг. Так. Добавляем сюда ванилин. Вот. А ты используешь сахаром или... А что есть под рукой? Под рукой. Конечно, лучше суречковый ванилин. Лучше его нету. Вот. Но, если его нет, то мы используем ванильный сахар. Да. Или кристаллический. Вот. Все очень просто, друзья. Несколько минут и панакот уже будет на плите. Соответственно, добавили ванилин. Ставим вот это вот все на плиту. И доводим градусов до 80-90, но не кипятим. Как только температура будет горячая, добавляем туда разбухший желатин. Вернее, замоченный желатин. Вот. Перемешиваем все и снимаем с плиты. Друзья, мы отправили наши сливки молоко с желатином на плиту. Там они нагрелись. И сейчас мы их поставили на холод, чтобы их остудить. Пока они остужаются, параллельно мы делаем ягодный соус для панакоты. Мы взяли смородину, немножко клюквы и немножко клубники. Смородина у нас кисло-сладкая, клюквы для тех, кто любит покислее. И клубника дает хороший аромат. Вы можете экспериментировать, как хотите. Какие ягоды вы любите, такие и используете. Вот. Все это отправляем мы, опять же, в кастрюльку. Добавляем туда корицы. Опять же, можно добавить ванилин. Все, что у вас есть, какие вы специи любите, чем больше специй, мы добавим корицы. Соответственно, если у вас очень сладкие ягоды, вы даже можете делать это без сахара. Вот. Если ягоды немножко кислые, можно добавить чуть-чуть сахара. Ну, или сахар замените, наверное, я так думаю. Если мы вдруг следите за фигурой, особенно человеком. Да. Мы тренируемся много, поэтому мы относительно много можем позволить себе добавить ложку сахара. Это я экран так, чтобы вы видели. Или две ложки сахара. И снова вот это все мы ставим на плиту. Доводим до кипения, но не кипятим. Вот. Вот, друзья, наша молочная основа готова. Ягодная продолжает остывать. Мы разливаем это все по формам и потом отправим это все на холод. Вот этот слой у нас застынет, а ягодная будет жидкий. То есть мы разливаем по таким формочкам. Пахнет расхитительно. Да. Вы можете использовать любые формы, любые пропорции ягод к молоку. Вот. Хотите 50 на 50, любите больше ягод, сделайте вот так. Любите меньше, сделайте вот так. Все на ваш выбор. Давай посыпать еще. Потому что разнообразие доставляет удовольствие. Вот. И, друзья, напоминаем, мы используем молочную продукцию богатырского кроссфермы, богатырское подворье. Оно не только вкусное, оно еще и очень честное молоко. То есть, и настолько популярное, что он не успевает доезжать до Москвы. Вот. Его разбирают уже на подъездах к нашему городу. Но в кафе Табат вы можете заказать любую интересующую вас продукцию. Молоко, сливки, йогурты, сыры. Все, что вы любите. Вот. Вот. Это очень, еще раз скажу, честная молочная продукция. Сам пробовал, сравнить не с чем пока. Вот. Отправляем вот это все в холодильник. Ждем, когда это застынет. Это может быть часа два-три. Вот. А потом сверху выложим немного соуса. Друзья, пока панакота наша застывает в холодильнике, нам нужно накормить нашего гостя. Гость голодя. Вот. И для этого мы сделаем сейчас быстро, простой, удобный и легкий салат. Вот. По традиции. Вот. Почему салат? Потому что это, еще раз говорю, удобно. Если вы сделаете это питательно, если вы сделаете это, можно брать с собой и питаться им весь день. Вы сами сейчас поймете, почему. Потому что мы используем следующие ингредиенты. Нам нужна индейка и копченая индейка. Вот. Но если у вас нет копченой индейки, ее можно заменить просто отварной индейкой. Если у вас нет индейки, заменяйте курицей. Если у вас нет курицы, заменяйте мясом, говядиной. То есть, ваша фантазия только ваша фантазия. И нам нужны авокадо, яблоки, лук или лимон-лайм. Вот. В общем-то и все. Сейчас, Юль, ты будешь резать яблоки. Давай, я готова. Режь тоненько, чтобы яблочко можно было просвечивать. А я буду резать авокадо. Как резать лучше яблоки? Вот в этот салат. Я режу вот так. Очень просто. Беру яблоко. Раз. Так готовят настоящие профессионалы. И вот так вот нарезаю такими полукольцами. Тоненькими. Вот такими вот. Ну, я поскольку женщина, это еще к тому же качок, да еще и к тому же атлет. В этом я пойду другим путем. Чем разнообразнее вы нарежете яблоко, тем вкуснее будет ваш салат. Да, тем интереснее задачку. Но, опять же, режьте тонко. Это все-таки салат, а не рагу. Рагу в кубике, да, я помню. Вань, расскажи вообще, как ты вот докатился до жизни такой здоровой питательной? Я потому что люблю... Ты давно пытаешься вот таким образом вообще? Ну, наверное, да. Да. Ну, потому что я люблю вкусно поесть. А вкусная еда, это правильная еда, на мой взгляд. Вот. А где ты ищешь вдохновение вот при изготовлении там каких-то блюд? Можно сказать. Хочешь ли ты ресурсы, мечтаешь об этом? Или просто вот уже, потому что опыт у тебя такой, ты поэтому там достаточно много об этом знал? Ну, где-то, наверное, путешествую, что-то там, вот. Узнаю. Вот. Иногда смотрю передачи. Мне тут никто не нравится. Например, весь бок с самым собой. С самым собой. Это отличная передача. Да, я буду пересматривать, когда архив перевалит там за 100. Я, наверное, начну пересматривать. Сейчас сам поначалу, вдохновляться. А так желудок сам подсказывает, что есть. Что есть, а что не есть. Да. Ага. А как ты относишься? Ну, я в каждую передачу говорю, друзья, что лучше мясо может быть только мясо. Вот. А как ты относишься к Джимми Оливе? Прикольный чувак, да. Что-то ты берешь из его рациона? Я не смотрю телевизор, вот. С удовольствием взял, но у них обычно такие продукты, которых нет у нас, вот. Поэтому, а что-то заменять, Джимми Оливе, как-то я считаю, не очень камерфо. Вот. А все продукты, которые используют тон, у нас сложные. Ну-ка, расскажи, как бы, вот, самое вкусное блюдо, которое ты делаешь. Ну, к примеру, в Италии. Что там в Италии? Ну, в Италии-то просто, там, все вкусное, да. И, тем более, чем проще, там, тем вкуснее. Баклажаны с помидорами, сыром. Вот. Та же паста, та же пицца. Вот. Все вкусно. Мясо, они не такие мясоеды, да, как, там, американские. То есть, стейковой культуры там нету. Но все равно вкусно все готовится. То есть, основной там принцип – простота. Взяли, пожарили, запекли, и все, блюда готовы. Вкус блюда определяет, как бы, вкус продуктов. То есть, если продукты свежие, вот, выдачные нормально, без ГМО, то блюдо будет вкусное. Там, все выпарить не надо, а приготовить. Все-таки я понимаю, что ты придерживаешься идеи и практики минимальной обработки тормоза. Правильно? Нормально, но тем… Чем быстрее, тем больше всего сохраняется. А я думала, что, чем быстрее ты порежешь, тем лучше получится салат. Нет. Чем быстрее готовится, тем больше всего сохраняется. Ага. Поэтому я люблю стейки, которые можно пожарить за 5 минут. Да, перекладываем авокадо, яблоки в миску. Достаточно тонко, понятно? Да, вообще супер. Хорошо. И сразу заливаем их лимонным соком, яблоки с авокадо. Именно лимон, а не лайм? Да, лайм у нас пойдет за праздник. Чтобы они у нас не потемнили, а расширили. У нас салата будет много. Своей мощной кистью… Своей мощной кистью, да, проверь свой ход. Достаточно или еще одну? Ну, давай пока ставим, сейчас дорежем вот эту салату и посмотрим. Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы откликнулись на прошлый наш конкурс в названии салата. Мы продолжаем конкурс, объявляем название вот этого салата. Присылайте свои ответы, предложения, как вы назовете этот салат. И, друзья, запомните, не надо так рьяно, да, я понимаю, что вы все любите кроссфит, но в прошлую передачу победил парень, который назвал салат «Закисленный миокард». Я понимаю, что это весело и смешно, но представьте себе, допустим, вы пригласили своих родственников на день рождения и поставили на стол непривычный там оливье, мимозу столичную, а решили вот сделать такой салат, как в прошлый раз в передаче. И ваша любимая бабушка? Да, я закисленный миокард. Как вы думаете, какие ассоциации у вашей бабушки со словом миокард и со словом закисленный? Вот. Поэтому, друзья, присылайте, можете прислать два варианта, если вы так любите кроссфит, кроссфитовский вариант и обычный вариант. И наша экспертная комиссия, куда я не хожу, определит победителя и вы получите в подарок персональную тренировку в клубе «Кроссфит Герод Клеон» с нашей гостью, с Юлей Беспаловой или со мной, в зависимости от того, кто победит. Можно мне мальчика? И скажи сразу параметры. Да, параметры. Буду измерять. Мне 90-60-90 – это тяга, жим и присед. Мои параметры. И еще раз, мощной рукой, я поливаю все соком. Ваня, расскажи, вот почему-то я знаю, что ты очень часто используешь своих блюдах авокадо. Почему ты пользуешь этот блюд? Овощи, фрукты, я даже не понимаю. Потому что там очень много полезных, насыщенных жирных вкусов. Можно ли заменить авокадо, употребление авокадо и вот вместо рыбьего жира? Конечно можно, а лучше и то и другое есть. Лучше и то и другое есть. То есть мы сделаем яблоки и авокадо, теперь мы, соответственно, мясо, порежем мясо в наш салат. Вот это отварная индейка, а вот это копченая. Ты будешь резать копченую? Давай, пожалуйста, копченую. Копченую мне подходит. Здесь у нас это порезано. Как рекомендации вот ее разделать? Как угодно. В салате должно все быть гармонично, не должно что-то особо выделяться. Я уже порезал, я приступаю к луку. Для чего ты используешь салат салат? Ну, помимо того, что это сейчас уже весна, витаминозы, болезни и прочее, что он пикантный становится? Ну да, он какую-то остроту дает салату. Для тех, кто не любит лук просто. Для тех, кто не любит лук, вы возьмите вот так лук, отожмите его, опять же, вот так рукой. Сок выдавите из лука. И тогда он вообще будет незаметен в салате. Можно ли использовать какие-то другие травы в этом салате? Травы? Ну, не знаю. Да, специи вы можете, какие вы любите, такие вы и используете. специи, потому что только разнообразие доставляет настоящие родовольственные еды. Туда кладу? Да, да. Используешь ли ты, вот, при приготовлении? Я думаю, достаточно. А, пищи, вот, расчет по БЖУ там все? Конечно, нет. Друзья, мое самое главное правило здорового питания, не заморачивайтесь о здоровом питании. Старайтесь есть просто правильно. Правильный продукт. Просто правильный продукт. И не важно, сколько в нем жиров и бог. Конечно. Согласен. Слишком жирный вы не сможете съесть. Слишком, если продукт сойдет из одного белка, вы тоже будете давиться. Поэтому... Ага. И нам осталось сделать только заправку. Так, что здесь нужно? Оливковое масло. Сюда давай прям налево. Сюда налево. Сюда налево прям. Сюда налево прям. Угу. Еще чуть-чуть. Еще мало. Ой, мало. Небольшая порция. Ваня. Ваня говорит, лень больше. Да, лень. Да, лень. Еще лень. Ха-ха-ха. Ты и я, как девочка, просто, ну, как бы не могу слишком много жира позволить. Сюда налево. Да. Добавляем. Добавляем. Давай. Добавляем туда сок лайма. Щепковым хватом, Ваня. Соль, перец. Щепковым хватом. Сразу с ним. Ты перчонок любишь или острый? Да, я люблю острый пищу. Чуть-чуть солим. Все это размешиваем. Размешиваем, размешиваем, размешиваем. Наверное, вот так, да? А потом мы все это заливаем и мешаем. Уверенность. Да, вообще получается. Да, уже чувствую, как он пахнет, друзья. Вообще, потрясающий запах. Копченый индейки. Немного лука. Самое главное, сколько белка. Сколько жиров. Сколько жиров. Полезных. 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 Как и в прошлый салат, друзья, в этом салате есть все, что вам необходимо. Белок, жиры, углеводы, энергии, силы и строительство вашего организма. И так, друзья, наша панакотта застыла. Нам осталось только положить в нее ягодный соус. Торжественный момент. Та-дам! Это почти самый вкусный и красивый момент в панакотте. Заливаем это все соусом. Тобильно. Толстым-толстым соусом. На самом деле пахнут, конечно, ягодой. Ой, потрясающе. Так и хотят выпрыгнуть прямиком туда. Я также знаю, что желатин отличное средство, если у вас есть проблемы с усталом. Да? Желатин прекрасно укрепляет. Можно прямо ничего не готовить. Ешьте желатин. Желатин, да. Ешьте желатин. Вот, друзья, вот такая красота получилась из обычного молока. Ой. Я думаю, вот такую красоту захочет съесть любой человек, который даже не любит молоко. Да. Даже можно не говорить ему, что это молоко. Да-да-да. Ну что, пробуем? Пробуем. 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 Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Ну давай попробуем наконец-то то, что вы сделали. Мне не терпится, друзья, потому что у салата прекрасный запах. И надо сказать, что по вкусу он такой же великолепный. А то по запаху. Дымчатая, дымчатая послевкусие от ваня. Ты знаешь, что это. Поздравляю тебя сегодня, то есть смогла. Смогла. Есть и словно все. Ну пробуем. Давай панакота. Ммм. 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 Вы знаете, что интересно, друзья? Что панакота получилась совершенно у нас не сладкой. Верно? И вот это вот нейтральное сочетание с ягодами. Оно прям дает приятный вкус во рту. Не сладко. Не. Не не сладко. А вот самое оно, как он вкусно. Просто очень вкусно. Я не стала ждать. Решила попробовать это прямо сейчас. Пока Ваня не видит. Пока Ваня не видит. В общем-то это я вам очень рекомендую. Салат потрясающий. Серьезно. Всп disagу. Решила попробовать. В глаза воспитать. В общем-то этот вот و stopped walking.